Бжик-бжик-бжик! Xiaomi Mi Band 7 Причем вот сюда Теперь это не Mi Band 7 Теперь это Xiaomi Smart Band 7 Xiaomi Band 7 Бжик-бжик-бжик! Взял, распрямился, размялся Бжик-бжик-бжик! Привет, друзья! Вы на канале QQ.RUS С вами Андрей Мы сегодня с вами поговорим про браслетик Браслетик от компании Xiaomi Xiaomi Mi Band 7 И хочу сказать, что Mi Band 7 Стал просто эволюцией Того же сам Mi Band 6, который мы видели И который стал очень удачным аппаратом За счет того, что Получил и большой дисплей И все так же Хорош в плане ремешков В плане времени автономной работы Функционал по пульсу Отслеживанию шагов И казалось бы, ну вот куда здесь улучшаться Да, то есть и так все это стоит дешево А Mi Band 7 тоже стоит недорого Актуальная цена Кстати, вот мы прям сейчас можете посмотреть По ссылке под видео В магазине QQ.RUS Еще с быстрой доставкой Это стоит действительно такую Ну, по современным меркам Очень и очень недорого При этом устройство может многое Прям многое Поэтому я рекомендую На самом деле тем, кто Вот если есть такие люди Кто еще не пользовался фитнес-браслетами Или там часами Которые похожи на фитнес-браслеты Рекомендую лишний раз Обратить внимание, ребята Это прям классная штука Особенно, когда и попользуешься И особенно классная вот эта штука Прямо Mi Band 7 Прямо вот сюда Сейчас поговорим подробнее Про это все Не забывайте задавать свои вопросы В комментариях под этим видео Задавайте свои вопросы На телеграм-канале Заодно напоминаю, что все комментарии На ютубе у нас принимают участие В розыгрыше одного классного смартфона даже И кучей промокодов на покупку Которые можно использовать В том числе, кстати, на браслетике Для участия в этом розыгрыше Нужно выполнить простые условия Написать один комментарий под этим видео Засчитывается один комментарий Под каждым видео Подписаться на наш канал И открыть подписки в настройках ютуба Обязательное третье условие Дальше следите за анонсами В прямом эфире на нашем канале Мы разыграем смартфон Разыграем промокоды Отправим приз в любую точку Российской Федерации Так что всем удачи Давайте сначала проговоримся От отличия, что изменилось По сравнению с Mi Band 6 Простой строкой Экранчик стал побольше Это самое видимое изменение На 0,06 Но это прям хорошо видно Особенно учитывая, что в ширину Рамочки здесь некоторые остались Но все равно для такого устройства Не сильно большого Экранчик все равно внушительный При этом он стал поярче Опять же процентов на 10 Но картинка здесь действительно очень приятная В том числе здесь увеличилась и автономность Поскольку увеличили аккумулятор до 180 мА Было 120 мА И конечно это тоже очень здорово сказалось На автономности этого браслета Отдельно отмечу, что проработали здесь Доработали дополнительные датчики Которые связаны со считыванием пульса Со считыванием активности Они здесь работают практически постоянно Причем здесь вернули еще умный будильник Это то, чего очень многие просили вернуть Еще с первого поколения Mi Band У меня он был Доработали еще здесь Добавили кучу дополнительных режимов тренировок Причем браслет умеет сам определять эти режимы Иногда в некоторых случаях В том числе добавили Что важно опять же Это касается и дисплея Функция All is on display То есть на этих часах На этом браслете Постоянно может отворожаться Допустим время И при этом это не сказывается значительно на автономности Поскольку здесь используется OLED-дисплей Который при отсутствии дисплей Очень мало расходует батарейки Ну и наконец Одним из последних Скажем так Ну введений, обновлений Эти самые датчики Теперь могут Мониторинг вот этих ваших Основных состояний Здоровья Могут отслеживать постоянно То есть датчик пульса Датчик Кислорода в крови Считывать его тоже будет постоянно Стресса и так далее Они постоянно могут Вести мониторинг в течение дня И таким образом выдавать вам более целостную картинку Чем если вы сами будете автоматически туда заходить И что-то тыкать На самом деле Изменения, как видите Такие больше эволюционные Что-то улучшилось Допустим еще Bluetooth Теперь 5.2 Здесь версия А не 5.0 Ну это прям совсем Такие маленькие отличия На которые Принципиально вращать внимание Вроде как и не хочется С другой стороны Вот покупая браслет с нуля Однозначно нужно сказать Mi Band 7 Интереснее И кстати Вот это тоже Еще одно нововведение Теперь это не Mi Band 7 Теперь это Xiaomi Smart Band 7 При этом Для тех Кто думает Вообще Стоит ли покупать Сами по себе ремешки Давайте рассмотрим Устройство Как само по себе В первую очередь Хочу отметить Что оно очень удобное В носке В отличии от умных часов Все фитнес браслеты Они более компактные И один из плюсов Сиомишных браслетов И в том числе Седьмого Это то Что очень приятный ремешок Даже стоковый И конечно же К ним еще куча Дополнительных сторонних Ремешков присутствует Причем у них даже Заводских ремешков Разных цветов Люминесцентные Военные Хаки Какие там Красные Синие Желтые Белые Тоже куча То есть Но вот этот цвет Серенький такой Он такой универсальный Весьма При этом Он не натирает У него множество регулировок Он подходит И на как на большую Дает толстую Крупную руку Мою Так и на Совсем уж тоненькую Женскую Даже может быть На детскую На которую можно надеть Можно в нем спать Комфортно Он показывает Количество шагов Которые ты сделал Можно поставить себе цель Что нужно сделать В определенном количестве шагов В данном случае Я включал Постоянный мониторинг Пульса Мониторинг стресса Уровень кислорода в крови Но при этом Браслетик Можно еще и теперь И уведомлять Поскольку Постоянный мониторинг происходит Может уведомлять Что допустим Уровень в крови Некомфортный Что допустим Уровень стресса Слишком Сильный Нужно как-то Расслабиться Подышать Здесь причем Есть упражнение Специальное Дыхательное И Данный браслетик Может тебе Помочь Дыши спокойно Расслабься Познай дзен Вот ты смеешься На самом деле Прикольная штука Бжик-бжик-бжик Хозяин Подвигайся Ну и то есть Такой Взял Распрямился Размялся Отжался Подтянулся В общем Варианты какие-то есть И Ну хотя бы Геморрой Заработаешь Не так быстро А лет через 20 Дополнительных В общем Есть прикольные штуки Которые Вроде как и не нужны Но с другой стороны Ты начинаешь носить И во-первых Это часики И во-вторых Ассистент В том Сколько-то расстояния Прошел Есть и Те фишки Которые мы ожидаем Увидеть Отумных устройств Поскольку здесь Бывают-таки большой Экран То можно здесь Допустим Переключать треки Удобно Не там тыкать В наушники Не тыкать в телефон А здесь Допустим Тыкнул на кнопочку И переключился трек Мелочь Выводится уведомление Если тебе пришло Сообщение Кто тебе звонит Ты можешь посмотреть Спросить допустим Звонок Или какой-то Заготовленный ответ Быстренько нажать Чтобы человеку пришел И тебе при этом Не пришлось доставать Телефон для этого ответа Или тебе понять Опять же А нужно Мне вот Стремиться бежать К тому телефону Или там звонит Какой-нибудь Неприятный человек Тоже такая Небольшая Но приятная мелочь Причем Сама по себе Версия Mi Band 7 Существует Как версия с NFC Так еще и с версией GPS Ходят слухи Что выйдет еще Mi Band 7 С про версии Самый основной Функционал браслета Большинство людей Которые будут применять Конечно Вот такой Поскольку это фитнес браслет То здесь есть И процедуры Которые нужно запускать При начале тренировки То есть Запустим Ты стоишь на беговой дорожку И при этом Хочешь чтобы Браслет отслеживал Опять же Сколько ты взял шагов Расстояние И так далее Или сел на велосипед Или начал плавать В каких-то сценариях Браслет сам Может определить Но более корректно будет Если ты зайдешь в меню Можно это сделать Допустим Через сам браслет Не заходить в телефон И здесь просто запустишь Режим тренировки Тренировок здесь Много Больше ста Вот в этой версии Стало больше ста тренировок Больше чем у всех У Хоноров У Самсунгов У Эплов И так далее Конечно часть тренировок Дублируют себя Ну еще одна функция Которая мне однозначно нравится Именно вот седьмой версии Все-таки вернули Было конечно И в предыдущих браслетах С помощью сторонних приложений Реализовано Это умный будильник Браслет Запоминает Мирно Допустим Он понимает Что ты перестал двигаться Но не сдох Дышишь То есть ты уснул И при этом У тебя стоит время Что тебе он пробудится Там в 7.30 У человека есть фаза сна Легкий сон Глубокий сон И браслет По тому Как ты ворочаешься Как ты не ворочаешься Когда ты ворочаешься Это легкий сон Когда ты лежишь Совсем без движения То это значит Глубокий сон И вот будиться Считается Что лучше В легкий сон Тогда пробуждение Более легкое Еще он такой Мягкой вибрации Тебя будет И в итоге Ты включаешь Шумный будильник И просыпаешься Чуть-чуть раньше Допустим Чем нужно встать Но просыпаешься Легкий Бодрый И готовый Дальше Работать И снимать Про Xiaomi На практике Это конечно Работает Не так Все четко Но на самом деле Прикольная штука Рекомендую Опять же Попробовать Тем Кто это не пробовал И вот Смартбенд 7 В седьмом поколении Xiaomi все-таки Это взяли И вернули Кстати говорят По слухам Что они удаляли Эту функцию Потому что Какие-то китайцы Долбоящеры Очень сильно На эту функцию Надеялись Будильник их Этот умный Не будил Они такие Ах Вот кто виноват В том что Я на работу Не пришел Меня уволили И я там Это Ну дурак Такой И вот Все вами виноваты Со своим Смартбудильником Прорекламировали А вот Я не виноват В остальном Ну обычно Такой Смартбудильник Причем Можно им управлять Как с помощью Самого устройства Так и конечно Все это подключается К телефону Называется оно Mi Fitness Ну и собственно Здесь вы можете Скачать другие Циферблаты Которых здесь Кстати много Можете настроить Опять же Все что вам нужно В устройстве Делать это Удобнее с телефона Это факт В принципе при желании Можно получить это И к другому приложению Так я Насколько смотрел Народ Очень любит Подключать их К Zep Live В случае с Android Кто-то Подключает И к обычному Там Google Здоровье Кто-то опять же Подключает К Apple Здоровье То есть это работает В принципе с любыми Устройствами Не только Android Так что Играться с этим Можно долго Ну и в принципе Это вот основное Такое что я хотел Рассказать Это и про отличия Mi Band 7 Smart Band 7 От Mi Band 6 Стоит для меня Шестую версию На седьмую Наверное Прямо такого смысла Нет Разменения Со всеми Минорные Со всех остальных Версий И покупать Какие-то браслеты Другие Или Xiaomi Я пожалуй Что скажу Да ребята Xiaomi На самом деле Очень крепкие Конкуренты Еще это Huawei И Honor Браслеты Они тоже Очень много Могут интересного У них и дизайн Отличается У нас даже будет Сравнение Потом Mi Band 7 И Huawei Band 7 Смотрите сами Однозначно Вот Mi Band 7 Такой Универсальный Некий Боец Который Еще за счет Того Что Очень Очень Много Людей Его покупают За его Цену За его Функционал Там еще Если посмотреть Вот сейчас На эту модель Пока еще Ничего Особо Не вышло А Люди Вообще Умельцы Допиливают Сюда QR-коды Чтобы можно Было Сканировать Какие-то Бонусные Карты Пятерочки Сберпэй И так далее То есть Оплата Оплату Кто-то пытается Сюда прикрутить На эти Браслеты Функционалы На самом деле Уйму Сюда Поздается Поставить Потому что Вот это Комьюнити Общество Которое Владеет Этими Браслетами Они тоже Такие Замороченные Ребята Что В принципе Функционал Браслета Может еще Больше Расшириться Так что Брать или Не брать Однозначно Брать Единственное Что В случае Если у вас Mi Band 6 Уже Тут вопрос Стоит Не стоит А всех остальных Ребята Чего сидите Еще Бегом По ссылкам Посмотрели Купили И Радуетесь Наслаждаемся Я на этом С вами прощаюсь С вас лайк Подписка Колокольчик С вами был Андрей Кок Пока